Всем привет! С вами Михаил Салаев и проект по видеомаркетингу на виду. И сегодня мы расскажем о четвертой стратегии видеомаркетинга продвижения в ютубе через похожие видео. Ну вы поняли! Что это такое? Чем отличаются рекомендованные от похожих? В ютубе, когда мы смотрим видеоролик в маленьком окошке, не разворачивая на весь экран, справа мы видим еще ролики, которые похожи на наше. Ютуб специальными алгоритмами определяет, во-первых, тематику ролика, который мы сейчас смотрим, а также учитывает все наши интересы, то, что мы нажимали, какие видеоролики смотрели раньше, и подбирает похожие видеоролики в правой колоночке. Если мы посмотрели несколько раз определенный канал, видеоролики этого канала будут показываться, например, в похожих или рекомендованных. Так, а рекомендованные – это видеоролики. Если мы открыли ютуб-канал на главной странице, то вначале у нас будет такая вкладочка «рекомендованные» и ролики, которые, я считаю, ютуб нам наиболее полезны, интересны, в общем, что мы будем смотреть. И также рекомендованные иногда всплывают подписанные рекомендованные видео также справа наверху, когда мы смотрим другие видеоролики. Для чего ютуб все это делает? Ему выгодно, чтобы пользователь оставался внутри площадки ютуб максимально долго. Чем дольше он остается, тем больше рекламы ему можно показывать, значит, это выгодно. И он поддерживает те каналы, те видеоролики, которые удерживают максимально зрителей, те каналы, где зрители щелкают по множеству роликов и смотрят много. И он делает так, чтобы пользователю показывались те видеоролики, которые ему интересны. Поэтому и были организованы алгоритмы, которые подстраиваются под интересы пользователя, вычисляются какие-то подобные интересные тематики и показываются похожие рекомендованные видеоролики. Тогда пользователь долго сидит на площадке ютуб. И именно эта стратегия сейчас пользуется популярностью на ютуб. И, скорее всего, надо идти именно по ней в первую очередь. Потому что продвижение в топ работает уже не так, так как при вводе запроса каждый пользователь видит свои варианты результатов, в свои видеоролики. И топ может отличаться. Поэтому сейчас желательно попадать, например, в топ-5, потому что это будет гарантией, что тебя покажут в топ-10. То есть ты можешь быть для определенных пользователей гораздо ниже, чем ты видишь себя, например, в ютубе при введении в поиск. А если мы продвигаемся через рекомендованные и похожие, и показываемся к другим видеороликам, таким образом мы можем у крутых видеороликов, популярных, отбирать у них немножечко трафика и переводить на свое видео. То есть сейчас это считается и работает более эффективно. Коротко о том, что нужно, чтобы попасть в похожие рекомендованные видео. Во-первых, вначале нужно проанализировать конкурентов ютуб-канала, выбрать ролики, которые, например, имеют больше всего просмотров, понять, как они устроены, что в них рассказывается, подходит ли ключевые запросы, под то, чем мы можем полезно поделиться. И уже под эти конкретные запросы делаем видеоролики уже свои. И что влияет на то, чтобы попасть к ним в рекомендованные? Во-первых, это похожие заголовки, описания, ключевые слова, которые мы можем у них посмотреть. Также у нас должны примерно быть те же параметры. То есть примерно то же количество просмотров, примерно такое же удержание, длина ролика. И еще факт, который не всегда упоминают, что и вес канала, ютуба, конкурентов и наш, должен быть примерно равным. То есть если мы начинающие, а хотим подстроиться к видеоролику, который уже супер-мега раскрученный канал, то у нас это вряд ли получится, потому что ютуб учитывает, чтобы вес канала был примерно одинаковый. И поэтому вначале мы подбираем ключевые слова для не очень раскрученных роликов, середнячком, а уже когда наш канал набрал вес, уже много просмотров, можно пробовать уже как бы и новые цели более высокие, ставить перед собой и подстраиваться под ролики. И очень важно, не менее важно, чем при продвижении в топ, чтобы ролики были интересные, потому что если нам дает вначале ютуб возможность попасть в топ и смотрит, как зрители вообще на нас реагируют, то если ютуб дает возможность переходов рекомендованных и похожих с чужих видео, то он смотрит на реакцию. Если наше видео интересное, то его смотрят те пользователи, которые перешли долго, они переходят на другие видеоролики, они подписываются на канал, они оставляют лайки, комментарии, они делятся в социальных сетях. И это накрутить уже гораздо сложнее, этот фактор. Вы узнали о четырех стратегиях видеомаркетинга. Теперь вы знаете, куда двигаться в использовании видео для продвижения вашего бизнеса. И если вы хотите узнать уже более подробнее, глубоко, с примерами, то мы обязательно будем делать видеоролики. Можете подписаться на наш канал, или же посмотрите описание, какие-то ссылочки, какие-то видео, может быть, мы уже сделали. С вами был Михаил Салаев, проект по видеомаркетингу. И будьте на виду! Субтитры создавал DimaTorzok